руководителями мегагрантов и Леонид Сергеевич сидел уже с намыленной шеей в готовности даже отложить мероприятие ну вроде как теперь уже все идет по тому сценарию, что Сурков на этой неделе никого не ждет и не зовет ну и соответственно так сказать приезда Кузьмина на этой неделе в Россию не планируется вот следующая задачка которая у нас была связана со шведскими делами это мой приезд в Чалмерс он пока как бы так сказать вполне нормальным образом возможен, потому что я уже думал, что раз у нас не получается 20 числа там встретиться дело в том, что я выезжаю на Терадек, который будет на следующей неделе и в Чалмерс планировал заехать на пару дней, как пообщаться с нашей командой так и с Леонидом Сергеевичем ну вот вроде, поскольку теперь Леонид Сергеевич на месте то есть, насколько я понял Леонид, у тебя 19-го состоится встреча в агентстве а 20-го ты будешь в Чалмерсе, так? ну я еще их буду снова запрашивать когда им удобно потому что этот человек выходит из отпуска в среду но пока ориентировочная за 19-го ну хорошо исключено, что будет и 20-го понятно, ну тогда и с 20-го я тогда в вечер и вернусь понятно, ну хорошо, тогда увидимся в любом случае поскольку я-то как раз, чтобы перехитрить эти гнусные посольства голландское посольство оно не лучше, чем посольство Италии вот, и я поэтому еду в Голландию по приглашению по первому въезду по приглашению Леонида Сергеевича поэтому мне в любом случае в Чалмерс заехать надо чтобы распечатать мою свежую легко полученную шведскую визу шведская виза, это действительно ну очень доброжелательное хорошее, так сказать, занятие получить ее вот ну вот ну дай бог но в Голландию коллеги, а я нужен еще? могу отключаться? есть там вопросы, которые мне не касаются? ты когда в Голландию летишь? 25-го 25-го, прямо там и 25-го будешь ну тогда давайте сейчас с тобой поработаем в режиме переписки над нашим техническим заданием ну а в Голландии 25-го вы будете встречаемся тогда, значит, Григорьич, отпускаем Лень Сергеевич, ты что-то хотел сказать? а ты будешь в ВКЦ ближайшие дни? ну вот из ДПН сапон моих планов как вылетать но весьма вероятно, что окажется по билетам поскольку я не хочу лететь из Стокгольма в Гетеборг я хочу поездом проехать я боюсь тогда у меня получится Москва, что называется, проездом без АКЦ потому что я, наверное, захочу улететь на самолете каком-нибудь 10-12-часовом с тем, чтобы все-таки иметь достаточно времени чтобы доехать до Гетеборга это 19-е как раз понятно вообще, когда закончится сегодняшнее мероприятие поговорим, Гриш поговорим, хорошо добрый ладно, спасибо тогда я, с вашего позволения не отключаю не отключаю всем спасибо всего самого наилучшего до следующего совещания следующее совещание в передельник как всегда изменить нельзя и последнее пошло все-таки некоторое продвижение я вижу здесь у нас Дмитрия Геннадьевича но пока не вижу Евгения Борисовича он так и не доехал но тем не менее а, ты уже здесь, да? а, это вот ты и есть отлично ну, в таком случае я должен сообщить что пошло все-таки у нас продвижение с патентным поверенным со шведским и Леонид Сергеевич прислал некий документ насколько я знаю Дмитрий Геннадьевич его уже сейчас начал изучать вот ну, к сожалению у нас сегодня нет Михаила Сырёновича и мы еще с ним эту бумагу не обсуждали она пришла буквально вот, что называется в этот уикенд вот но ее надо, что называется изучить, обсудить отнести к тем кто должен будет платить по этому договору по этому графику ну и, соответственно выйти с какими-то своими соображениями о возможности или невозможности есть ли какие-то предварительные соображения на этот счет Дмитрий Геннадьевич на предмет покупки технологии в Швеции Ну, Леонид Сергеевич там написал, что есть два варианта через шветли я так понимаю что 7-2 акцент у нас там получает технологии то есть теперь есть предложение купить в Российской Федерации эти технологии у того же Кузьмина как российского гражданина да, совершенно верно то есть у нас есть патентное бюро которое готово ему эти деньги в итоге заплатить но там как я понял есть нюансы по выплате то есть они ежегодные и составляют там 100% то есть надо документы которые прислали в субботу до конца почитать изучить уже в основании этого ну и самое главное почитать изучить именно с профессионалами специалистами в чьих руках в конце концов платежные инструменты потому что без них этот разговор беспредметный ну да естественно и плюс нужно показать службам нашего претеха которые когда занимаются закупками то есть они больше в этом следующее я думаю что они из коллективы и более городно это дело осмотрит Дмитрий Геннадьевич у меня убедительная просьба ну как бы вот в выходные ты получил эти документы сегодня уже понедельник прошел но тебя очень просим ускорить максимально ускорить так сказать прохождение мяч на нашей стороне и здесь промедление будет рассматриваться как твое упущение более-менее очевидно понятно договорились еще один вопрос который у нас был к Михаилу Гассарионовичу на который на сегодня пока ответа нет это пункт номер 5 действительно деньги грамоты неделю назад поступили и сейчас уже насколько я осведомлен пошли некие платежи в частности мы начали расплачиваться по авансу по тем договорам Степан Юрьевич ты тоже тут где-то алло Степан Юрьевич так Степан Юрьевич не видит а здесь а у вас микрофон выключат ну то есть как бы констатация факта что зарплата ни у кого на карточке не появилась она не требует комментариев вернее она требует как раз комментариев со стороны Михаила Васильевича почему но вроде здесь Евгений Борисович ты общался с финансистами что там сейчас говорят по поводу отсутствия зарплаты на карточках и того факта что уже неделю как деньги поступили на сегодняшний день злочейство почему-то задерживает а что-то там говорили про какое-то соглашение изменившееся правило и доп.соглашение университета значит Панкратов поясняет что какие-то изменились правила и нужны какие-то доп.соглашения по казначейским делам которые являются сейчас камнем преткновения пока ну плохо что как бы мы тут занимаемся ну в таком случае будем пытать Михаила Виссарионовича но на самом деле это очень серьезная проблема вы понимаете что сегодня уже даже не 13 число а сегодня уже 16 число а зарплаты за прошлый месяц так и нету это конечно безобразие ну что ж вот такой вот факт едем дальше значит Степан Юрьевич все-таки безналичные это перечисления пошли или нет значит закладываю сегодня утром я забрал два счета из трех третий счет на АКБ развития уже так сказать доступа и бухгалтерии там замечаний нету а вот по другим счетам по диплому и по Испану были замечания к неким закорючкам которые я сегодня исправил сегодня же завизировал у Михаила Царионовича вот из 15 из 4 мы из него вышли как раз то есть вроде с этим проблем будет не на ух ну что я могу сказать спасибо за информацию хотя опять меня неизменно печалит тот факт что ведь в принципе приемник для это вот тот же геком это что такое это приемник для мусхая его уже вовсю делают но об этом Степан Юрьевич нам расскажет в следующем каком-то пункте нашего обсуждения и соответственно уже вложены определенные средства в эту разработку естественно разработчик с нетерпением ждет аванса и вроде как мы все это знали еще с прошлого года когда мы с вами ударили по рукам и договорились что эту штуку делать будем нет пардон не с прошлого года мы о мусхая договорились в январе месяце когда проводился воркшоп но тем не менее сейчас апрель и я всегда настаивал на том что товарищи давайте проходить бюрократию вот эти крючочки про которые ты сказал давайте проходить ее сейчас давайте все договоры все бумаги сделаем сейчас даже когда нет денег пусть они лягут что называется в последний момент в последний так сказать папку и как только придут деньги чтобы мы не занимались подчисткой и итерациями по заменам договорной документации но вот сейчас ты видишь оказывается что никто не проверил не поглядел эти бумаги лежавшие в ожидании денег а когда деньги пришли опять же неделю они так сказать эти счета ходили гуляли и вот только теперь поехали я ну а как же как же иначе и ошибки появились только в этом а в мартовских бумагах не было не писать имени алексеев а просто во всех счетах и финансовых бумагах степан я не принимаю твоего заявления о полной моей неправоте ты как-то так сказать сначала очень хлестко парировал мое замечание потом выяснилось что ты же и не разобрался что НГТУ вовсе не имени алексеева давайте не будем сейчас искать виноватых я преследую цель одну вот например мы сейчас например вот я тут гляжу сидит группа товарищей которые отвечают у нас вот за грядущие занятия там с дверями да с ремонтами со всем прочим с перегородками я уже прошлый раз говорил что уважаемые коллеги давайте сейчас с теми людьми которые у нас там будут секционировать наши будущие помещения для ввода давайте сейчас все полностью подготовим все сделаем пусть пока нет денег вот но давайте все это запустим я пока до сих пор не видел в платеж никаких договоров с этими людьми никаких документов причем вы поймите не я их должен видеть я потому что не есть судья который скажет эх батюшки у вас тут это р-р-р-е алексеев без точек написано или еще как-нибудь понимаете то есть вот эти бумаги должны появляться задолго даже до того как будут деньги тогда мы с вами работаем хоть как-то в параллель в противном случае все идет у нас как в свое время с моторчиками и со всякими прочими покупками все проблемы мы должны черпать не параллельно а последовательно и каждая итерация уносит недели и месяцы это попробуйте сэр насчет дверей и ремонта я в принципе не согласен объясню почему потому что то есть финансирование это не наша тема в смысле не весь двадцатый проект поэтому тут возникает некоторый мюанс откуда мы берем и проект поэтому надо купить расплату этих вещей мы не можем я хочу добавить это слово я бы болезнь хотел бы добавить будут конкурсы договор заслопить за замену дверей и замену дверей за ремонт и можно просто так это понятно значит уважаемые коллеги я понимаю то что вы сейчас нам сказали что вот такого рода общестроительные и прочие работы оплачиваются не из средств нашего гранта а из средств софинансирования вуза это замечательно и прекрасно причем Дмитрий Геннадьевич добавил что это не просто софинансирование а софинансирование не ушедшее из-под ФЗ 94 значит со всеми пирогами мы должны сейчас повесить где-то на сайте что вот мы собираемся разгородить те выделяемые с мая месяца нам новые площади и приходите к нам лечиться и коровы и волчицы и жучок и червячок понимаете ну и кто выиграет тот и будет нам их разгораживать но тогда тем более дорогие друзья 5 мая это помещение которое нам с вами выделено вот оно будет ленточка перерезана нас туда пустит вы знаете что оно совершенно и не отгорожено и не приспособлено где-то а в ту же пору в мае месяц как вы знаете к нам привезут оборудование туда ставить вот мы его соответственно не сможем поставить потому что там зона не отделена двери нет ничего нету поэтому откуда деньги будет брать вуз из какой тумбочки ну я видимо догадываюсь что эта тумбочка где-то у Михаила Виссарионовича вот поэтому некоторые качают головой говорят что нет у кого-то другого да бог с ним у кого эта тумбочка важно чтобы эта работа сейчас ТЗ на конкурс соответственно раз это конкурс должна появиться эти ребята да мы его должны выставить на сайт и Михаил Виссарионовичу надо об этом жестко сейчас скажем что Михаил Виссарионович надо сегодня выставлять на сайт те ребята должны напрячься и победить я очень надеюсь что они победят поскольку коммерческое предложение достаточно привлекательное с ними работали плотно и жестко и там никаких излишков нету то есть это не сладкий кусок заниматься разгораживанием наших с вами будущих площадей за те скромные ресурсы которые там запланированы поэтому давайте это делать Антон Дмитрий Евгений Борисович прошу вас вот буквально на этой неделе запустить потому что сегодня как мы договорились 16 апреля уже менее чем через месяц это все хозяйство должно быть деньги у вуза в небюджетное софинансирование как меня заверял Михаил Виссарионович имеются поэтому давайте эту работу запустим потому что когда к нам уже приедет железо запущено запустили в том составим техническое задание на ремонтно-строительную группу то есть там порядок последовательных действий дверь на десятные уже в техзадания со служебной запиской сначала проектор по ХР они считают сами исходя из нашего техзадания составляют техзадания всем слышать я поножу и транслирую но после этого мы пишем служебную записку на имя ректора уже чтобы он объявил из какого сундука достать деньги каким образом эти деньги нам оплачивать то есть группа сейчас у нас этот процесс уже запущен запущен и мяч не на нашей стороне пока так скажем на нашей но группа так что мы сейчас готовим раз мяч на наш техническое задание так как вы сказали только что сегодня мы его подготовили но оно сегодня не ушло еще все прекрасно ну тогда тогда я тех кто составлял техническое задание попрошу все-таки его согласовать с нами чтобы мы его окончательно глянули все ли там так правильно и завтра отправили в ту группу то есть все-таки как видите Мяч все равно на нашей стороне, так что давайте в этом направлении работать активнее. Хорошо, коллеги, но в таком случае я не хочу больше распаяться на эту тему, общие тенденции более-менее понятны и проблемы более-менее ясны. Если бы был у нас сейчас Михаил Виссарионович, может мы поговорили бы на эту тему чуть-чуть более детально. Следующая тема тоже у нас главным образом с Михаилом Виссарионовичем, поскольку он главный толкатель нас, любимых, по поводу малых инновационных предприятий и регистрации результатов интеллектуальной деятельности. На эту тему он нас неоднократно шпынял, причем шпынял совершенно оправданно, как с точки зрения формальных аспектов мы обязаны в рамках гранта осуществлять регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, так и неформально для того, чтобы создать те самые МИПы, которые тоже обязательны для нас, мы должны иметь хоть чего-нибудь туда вложить. На эту тему сейчас ведется работа. Евгений Борисович, кажется, хочется что-то на эту тему сказать. Слушаем внимательно. Сегодня было небольшое извещение Михаил Виссарионовича по поводу МИПов. Пришли к выводу, что надо собрать в четверг, в пять часов, в семь числовных лиц, которые занимаются бедем, и провести конкретное обещание по этим делам. Ну что ж, флаг в руки, в таком случае это некое продвижение, потому что нужны люди. Вы сами борете? Я сам. Ну, как ты понимаешь, у меня на четверг запланирован уже полет, если у меня все будет нормально с билетами и со всем прочим, то я в четверг даже по скайпу не смогу подключиться. У меня это будет день в движении. Поэтому я вам советую переговорить с Михаилом Селёночком как-то по этому поводу. Спасибо за совет. Переходим к следующему разделу. На самом деле большое совещание по интеллектуальной деятельности у нас уже состоялось. Мы на эту тему уже общались довольно широко. И сейчас у нас немножечко сменена идеология, чего нам нужно делать. Ну, как вы помните, в прошлый раз Полина нам докладывала о том, что один документ у нас в режиме ожидания, остальные в режиме подготовки. Но тогда же стало ясно, что существует достаточно быстрый режим регистрации ноу-хау. Причем этот ноу-хау позволяет осуществить режим сугубо внутренним и быстрым порядком. И самое главное, он вполне является правильным отчетным материалом и правильным регистрационным материалом. Мы его оцениваем сами, на малые суммы мы имеем право это сами сделать. И это может стать той самой интеллектуальной собственностью, которую мы и вложим в уставной капитал будущего МИПа. Поэтому здесь, видимо, надо немножечко напрячься в этом направлении. Хотя на эту же тему есть довольно интересное замечание. Ну вот вы видите, мы сейчас практикуем во время наших оперативок загрузку материалов, которые интересны к теме. И вот среди этих материалов есть пепетишный файл «Совет 12 апреля 2012 года». Этот файл любезно предоставил нам Алексей Геннадьевич Кириллов, руководитель соответствующего сектора интеллектуальных всяких занятий инновационных в Институте Прикладной Физики. Дело в том, что эта тенденция общая, и все наши государственные учреждения сейчас, бюджетные науки и образования, заинтересованы в этой работе. Причем она интерес как бы с двух сторон. Точно так же, как с одной стороны, то, что я вам уже сказал по нашим с вами занятиям, то есть это нам нужно и для МИПов, и для отчетов, так это нужно и действительно для реальной защиты интеллектуальной собственности. Просто в Институте Прикладной Физики сейчас произошел некоторый казус, я не буду его пересказывать, но, так сказать, дирекция ФАНа вдруг схватилась за голову и поняла, что интеллектуальная собственность никоим образом не защищена, и вообще говоря, уход любого специалиста, носителя тех или иных технологий, возможностей и так далее, особенно если этот уход конкурентам, может просто привести к неконтролируемой утечке важной для учреждения информации. Примерно это и произошло в Уфане. Ну и хотя сейчас Леонид Сергеевич аккуратным образом взял, например, по поводу той нашей шведской технологии, расписку со всех пользователей технологии, о конфиденциальности. Но насколько эффективно и как оно сработает при отсутствии регистрации должной, защищенности должной хотя бы в формате ноу-хау, я не знаю. То есть я подозреваю, что здесь примерно та же самая засада. И поэтому Леша Кириллов сделал вот этот доклад на совете, именно в контексте того, насколько и как эта проблема стоит, и как она может решаться. Нам с вами, по всей видимости, этим тоже надо заниматься со всей серьезностью. И поэтому мне хотелось бы понять состояние дел с регистрацией. Ну, видимо, с теми, которые мы регистрируем официальным образом на том берегу, время ожидания явно больше, чем прошедшее время с последнего спроса. Я думаю, ничего еще не произошло. Поле, ничего нового нет? А, ну, то основное, то мы ждем. Естественно. То есть понятно, что мы там находимся в режиме ожидания. Полина это подтвердила. А вот с точки зрения регистрации интеллектуальной собственности в виде ноу-хау, здесь я что-то не вижу. А, есть всех, вижу, участников процесса. Господа участники процесса, есть сейчас какое-то продвижение в этом направлении или нет? Олег Сергеевич, Полина опять же та же. А по поводу ноу-хау, поскольку это, в общем, недавно вопрос стал. Да, только вот, просто последним совещанием. Продвижайшие возможные действия какие? Это со стороны технических специалистов. Не знаю, кто будет, допустим, Олег Сергеевич. Олег Сергеевич, конечно. То есть нужно внятно сформулировать, а лучше, конечно, написать 2-3 листа, ну, как бы вот. Технического содержания. Технического содержания, да. С названием, с коротким, значит, содержанием того, что будет потом зарегистрировано как ноу-хау. Понятно. Олег Сергеевич, убедительные просьбы до отъезда эту работу завершить? Для технического я заговаривала, потому что это их внутреннее дело. Но от нас нужна информация, которая там потом все равно идет через приказ ПНГТО, через ученый совет. Понятно. Ну, от нас вот информация нужна. Ну что ж, в таком случае все более-менее понятно. Пожалуйста, Олег Сергеевич. А что у нас будет достаточно много? А вот это вы решите, наверное, не надо. А вот это вот, ну давайте мы еще разопрешим. Я вам всем посылал набор из трех пунктов. Вот. Если что-то мы уже отправили, понятно, это переигрывать мы не будем. А если что-то мы не дооформили, не отправили, вот это и переиграть в этот режим. Больше ничего. То послание у вас было. Хорошо, коллеги. Едем дальше. Это по поводу пункта номер шесть. Седьмой пункт мы с вами уже сегодня проехали. Значит, восьмой пункт. Буквально сегодня я получил, вот у меня хрустящий пакет. Ну, к сожалению, участников много, поэтому те участники, которые сидят в скайпе, они не видят этот хрустящий пакет. Но из Германии мне привезли различного рода буль и диаметром 20 миллиметров, и 25, и 10, и 5. Вот. Кремния различной омности. Причем, что приятно, есть достаточно высокой омности, но есть образцы и низкоомные. Цель низкоомных тоже более-менее понятна. Мы с вами договорились проверить гипотезу. А что будет, если две одинаковые линзочки мы сделаем, и посмотрим в холоде, насколько это плохо. Хотя нам уже в прошлый раз сказали, что проверяли, смотрели, и как бы вроде было хуже. Но, тем не менее, так сказать, почему бы и не попробовать, ни померить, ни посмотреть. Паршин, кстати, готов их посмотреть, эти образцы у себя на установке, на предмет, так сказать, что там и как. Ну, а мы, соответственно, уже... Я не стал дожидаться Галанина. Я сегодня случайно совершенно буквально шел с этим пакетом по коридору. Это Петр Сенников привез из Германии. И тут мне попался наш с вами изготовитель этих линз, Евгений Алексеевич Новиков. Я ему тут же из пакета выпотрошил вот эти образцы, которые у него на сегодня заказаны, для повторения 4-мм линз. 20-мм я еще ему не отдал, но 20 мм это у нас для большой, вы помните. Но что мне сказал господин Новиков? Он сказал, что давайте мне сегодня чертежи. Поэтому Иван, ты здесь. Значит, Новиков тебя ждет. Материал у него на руках. И как только ты ему это выдашь, он будет тебя торопить, поскольку работа не бесплатная, а денег выпфанить по-прежнему толком нет. Мы сейчас с вами находимся в достаточно уникальное время, когда люди готовы посотрудничать за вполне разумные деньги и сделать эти линзы. Так что, пожалуйста, отработайте. Это по части пункта номер 8. Есть ли какие-то здесь вопросы? Ну, только Леониду Сергеевичу вопрос, в принципе. Я ему тогда отправил. Я ему... Леонид Сергеевич, вопрос к себе. Я вам тогда отправил по почте просьбу свою. Да, вы знаете, я обещал сделать это, но, к сожалению, замотался и забыл. Попробую сегодня в этом дело сделать. Спасибо за обвинение. Вопрос авторализировался. Раз у нас есть материал, так что бы, да, так сказать, не ускорить это дело. Очень хорошо. Так, теперь едем к Елене Владимировне. Она у нас тут рядышком сидит. Уже кивает сосредоточенно головой и карандашик у нее на руках. Предварительно в пятницу я написал, что приглашение на четвертый воркшоп, оргкомитет, распределение обязанностей. Но во время обсуждения у нас вылез неожиданно совершенно воркшоп номер 4,5. У нас состоялся хороший, симпатичный разговор, начиная с календаря. Очень рекомендую, кстати сказать, скачать файлик, который здесь у нас есть. PDF-овский на этот раз файлик. Вот он закачан в 15.40. Называется он «Апрель 11» и так далее. Вот такой симпатичный календарь. И здесь, наверное, Леонид Сергеевич с удовольствием примет хорошие и красивые фотографии в историческом аспекте развития нашей лаборатории, развития тематики, занятий и упражнений. Но попутно мы обсуждали вопрос, связанный с тем, что вообще-то технический университет пригласил в октябре месяце, это мы с вами на прошлом совещании обсуждали, пригласил большое совещание по мегагрантам в Нижний Новгород, и он будет проводиться здесь в октябре месяце. Вот Леонид Сергеевич предлагает немножко воспользоваться этим поводом. Если уж он все равно, суданное, совещание приедет, то, конечно, провести воркшоп четыре с половиной здесь. Ну и попутно у нас есть здесь целый ряд людей, которые интересны нам как с научной точки зрения, например, Манкратов вспомнил про Варламова, но эти же люди не безинтересны нам и с точки зрения нашей с вами культурной компоненты нашей деятельности, связанной с фестивалем науки и искусства, связанным с развитием всевозможных наших, так сказать, занятий в сторону красота науки и наука красоты. Поэтому октябрем месяцем предлагается этот воркшоп четыре с половиной. Алло, алло, алло. Понятно. У тебя здесь можно хоть заряжать, сейчас нет? Так, товарищи, здесь у нас кто-то. Антон Мухин. Мы его отключим. Вот, временно. Алло, алло. Слышно ли, коллеги? Слышно. А, ну хорошо. Это я знаю, что от Антона Мухина отключил, а все остальные сохранились. Ну и вот предлагается этот воркшоп четыре с половиной. Пока Министерство образования и науки не установило даты, но тем не менее, как только эта дата будет обозначена, так мы попробуем провести и свой рабочий семинар. Почему бы и нет? Он очень удобен в том плане, что очевидно, к июню месяцу мы далеко не все сделаем, а вот в октябре, когда будет приниматься решение, мы и себя можем показать участникам этого совещания, ну и по работе пообщаться. Это очень такой важный момент. Осень, октябрь, это ищет, так сказать, есть возможность месяц от другой до Нового года что-то сделать, поэтому такое предложение мне кажется очень уместным, а если еще мы эту культурную программу подвяжем, то это будет вообще симпатичное мероприятие. Вот, Сергей, я так вроде коротко про 4,5 сказал, я все верно изложил? Мне кажется, что да. Ну, в таком случае, если нет возражений, то 4,5 мы одобряем, но пока ждем от Министерства дату. Тут вот сразу два вопроса, пожалуйста. Первый вопрос. Вот вы сказали, файлы можно сейчас скачать, а как их потом уже вернее будет? Потом они так и будут лежать в Скайпе, но здесь есть одна маленькая тонкость. Уважаемые коллеги, воспользуйтесь с моментом и скачивайте сейчас. Когда я захлопну свой компьютер, Скайп не даст вам возможность, вы будете видеть в Скайпе, включившись вот эти бирки, но вы не будете иметь возможность скачать. Но когда я в следующий раз выдурну в Скайпе, пусть я буду в контакте с другими людьми, но эти файлы снова станут доступными. То есть, у Скайпы есть такая у Скайповского файла обменника такая особенность. Для того, чтобы скачивать, нужно, чтобы оба субъекта здесь были. Ну, в таком случае второй вопрос. 4.1 у нас будет Варнавина? Ну, про Варнавина точно нет, поскольку мы на сегодняшний день достаточно аккуратно просчитали время присутствия и нет необходимости Леониду Сергеевичу лишать заслуженного отдыха в летний каникул там, где он хочет, тем более он уже приобрел билеты. Поэтому Варнавина Леонид Сергеевич в этом году не отдыхает, ну и, соответственно, варнавинского воркшопа у нас не будет. А теперь тогда мы переходим к тому самому четвертому воркшопу, нашему основному отчетному, летнему. Дмитрий Геннадьевич, ты что-то про? Я раскрою про дно шоу, поэтому жалобно, я вас ждал. А, понятно. Дмитрий Геннадьевич нас с вами ждал в Варнавина и очень берег нам место. Ну, может быть, мы передумаем, может быть, мы без Леонида Сергеевича соберемся. Но я думаю, что у нас может быть, оно автоматом получится. Евгей Борис, что-то работает? меня запишет Дмитрий Геннадьевич. Слышишь, Дмитрий Геннадьевич, тут вот Андрей Леонидович уже записался, у него уже дочери записаны туда ехать, понимаешь? Комары прикормлены. Отлично. Ну, хорошо. Евгений Борисович. В принципе, все зависит от грибного года. Если год будет грибной, так я думаю, что заберемся все без проблем. Понятно. Хорошо. Будет грибной. А, то есть, ты обещаешь посадить их. Ну, хорошо. Заговорились. Итак, четвертый воркшоп. Значит, более-менее понятен оргкомитет Михаила Геннадьевича, ваш покорный слуга и Елена Владимировна. Единственное чего, наше стандартное приглашение, оно у вас есть, его нужно доработать и уточнить. Как мы с вами договорились в прошлый раз, что по окончании Черноголовского форума и форума в МГУ у Дмитрия Ремчихохлова все участники едут к нам. Причем, Дмитрий Ремчих мне буквально на этой неделе прислал приглашение все-таки тоже принять участие и требует срочно прислать ему тезис. Поэтому, те, кто еще не зарегистрировались у Хохлова на его мероприятие, я вам подтверждаю, что пока еще туда можно попасть, заходите к нему на сайт. Но, чем он меня порадовал, тем, что наши участники МГУ-шного мероприятия будут грузиться в ночной поезд не после банкета, Евгений Борисович, поскольку ты там специальный транспорт планировал подать к поезду в 7-18 в субботу. Банкет там будет в четверг у него, а пятница это нормальный день, поэтому, может быть, кто-то может, ну, такой нормальный день, слегка укороченный, поэтому желающие могут ехать не только ночным поездом, но могут ехать и чуть более рано. Как уже мы договорились, еще в пятницу вечером кормят ужином в Ждановце. Поэтому, Елена Вадимовна, прошу подготовить это письмо, разослать по членам коллектива, разослать по гостям, причем для гостей випового характера, которые явно не поедут с нами в Ждановец, мы должны заложить вот это наше широкое совещание в зале первого корпуса, в понедельник, но не утром, поскольку мы будем выезжать оттуда главным образом утром, основной выезд будет утром, не рано, а в 15 часов. То есть, вот это вот, ну, я бы так сказал, парадная часть в зале этого мероприятия на этот раз немножечко инвертирована по сравнению с обычным подходом. Мы всегда собирались по пятницам с утра в зале, а потом ехали, переезжали и вечер, и далее, так сказать, два рабочих дня на выезде. Сейчас, значит, наш четвертый воркшоп будет немножко инвертирован. Мы заезжаем, кто с вечера, кто с утра, и начинаем с утра работу там, аппаратная часть у нас с вами будет в понедельник, причем не утром, а в 15 часов. Ну и соответственно гостей отправлять будем уже на ночной поезд. И уже во вторник, вот тут Леонид Сергеевич информация, чтобы он тут не планировал как-то хулиганство, во вторник мы уже собираемся, ну вы понимаете, приехав в понедельник только к обеду, в 15 собрав с ВИП гостями, так сказать, мероприятие, понятно, что пообщаться здесь в лаборатории, потыкать пальчик в установку или что-то здесь сказать по делу не получится. Поэтому есть предложение во вторник утром собраться в 10 часов в лаборатории уже в формате без посторонних и отправку во вторник того же Леонид Сергеевича ну и каких-то членов коллектива из лаборатории иногородних запланировать на САПСАН только во вторник. Вот примерно в таком ключе предполагается работа четвертого воркшопа. Есть ли вопросы предложений пожелания? Я так понял, что вопросов предложений пожеланий нет. А можно ссылку на воркшоп или конференцию у КООО получить? Ну я сейчас не готов ее тебе сбросить, но по окончании я тебе ее найду, хотя залезть на сайт физфака и на митину ту самую наверное не очень сложно. я тебе после совещания предложил. я посмотрю. Ну в любом случае стыкуемся. Хорошо коллеги, а кстати по-моему Леонид Сергеевич, по-моему Митя тебе посылал, мне-то он прислал без этих всех подробностей письмо, а тебе-то он вроде бы посылал приглашение такое полноценное и давно как член программного комитета. Так или нет? Как член программного комитета да, но не как участник. То есть ты тоже нафига толку не получил. Я только официально приглашенный участвует в отборе пленарных спикеров и приглашенных докладчиков. А дальше уже развивается моя инициатива. Понятно. Ну хорошо. Переходим к следующему пункту повестки. Я сейчас запустил эту презентацию для участников сидящих в лаборатории. Всех остальных это называется презентацией Мусхая. Всех остальных поскольку она сейчас закачана в скайп предлагаю ее тоже скачать с тем чтобы посмотреть а слово представляется руководителю нашей якутской экспедиции Степан Юрьевичу. Степан Юрьевич тебе слово. Презентация слайд номер один. Да, уважаемые коллеги всем добрый вечер всем приветствуем Прошу прощения что я не вживую в доме 12-Б поскольку здесь небольшие проблемки по счетам и по договорам ну значит буквально минут 7-8 и кулашу внимание касательно экспедиции на Мусхая. Значит первые два слайда в моей презентации вы видите общие фразы которые говорят о важности наблюдения атмосферного влащения второй слайд в моей презентации это блок схем двухканального нашего приемника который планируется туда поставить к сожалению второй канал видимо как бы не состоится двухмиллиметровый я имею ввиду супергетеробин по ряду причин из которых самое главное это тонкие поставки модулятора гетеробина и зорку я перебью Степан Юрьевич секундой буквально это планировалось изначально дело в том что томичи сразу сказали что у них срок поставки существенно больше но реально двухканальность этого приемника она нужна для довольно экзотической задачи дело в том что наши атмосферщики выявили что немножко по разному осуществляется поглощение водой в газовой фазе вот в этом паре и водой в гидрометеорах которые представляют собой некие уже протяженные более-менее объекты капельного характера ну или там звездочка и так вот и когда ты измеряешь на двух частотах одновременно то можно разделить два типа влагосодержания паровое и гидрометеорное и поэтому приемник в принципе делается вот таким на перспективу с тем чтобы можно было не просто понять тотальное влагосодержание вот в столбе над тобой но можно было бы оценить и из чего эта влага состоит ну это такая довольно экзотическая задачка для нас с вами конкретно для мусхая нужно выявить абсолютное содержание влаги неважно в какой она фазе вот поэтому строго говоря мы изначально приняли этих томичей в том что второй канал который делается на основе томского шоткового смесителя будет доделан позже не к экспедиции мы с вами все равно будем если получится приличный результат мы все равно будем планировать то что собственно и просил Павло де Бернардос что в автоматическом режиме то есть надо будет довести и обсерваторию и аппаратуру до автомата с тем чтобы со временем спокойно вести мониторинг ведь это аппаратура для мониторинга сейчас задача узкая мы едем на короткий промежуток времени с тем чтобы спокойно оценить что за влагосодержание в пике влагосодержания а именно летом летом ее больше всего то есть чтобы понять есть ли перспектива для дальнейших исследований прошу прощения Степан Юрьевич хорошо двигаюсь дальше значит третий слайд показывает состояние тел по приемной аппаратуре на сегодняшний день значит на мой взгляд приемник готов практически на 30% на сегодняшний день отсутствует усилитель который за киевлянами но детектор СПМ понятно понятно что он монтируется в этот же усилитель и видимо он будет поставлен вместе с ними меня немножко попугает отсутствие эмунслятора из города Томска вот этот вопрос как бы остается пока открытым ну и подвижка зеркала для приемника она сейчас идет на стадии давления в общем здесь как бы проблем особых я не вижу вот что касается механики то есть шаг двигатель и плюс систему управления им все остальные вот эти три вопроса они как бы остаются пока открыты следующий этап это все таки какой мы предполагаем информационный обработчик нашего приемника то есть вот на сегодняшний день ну понятно что это должен быть компакт но как он будет работать на высоте в три километра это немножко непонятно и опять же Владимир Ивановичнов он меня немножечко как бы ушат холодной воды на меня время выливает и говорит а будет ли он работать там вообще ну буквально два часа назад я разговаривал с Борисенко с САО который меня совершенно однозначно заверил что у них вот таких проблем как с глючением винчестера на высоте расположения их телескопа это на 30 по-моему если я не ошибаюсь никогда затруднений никаких не было Единственное что он мне посоветовал это все таки погодные условия но я так сказать уверен что летом минусовой температуре на высоте мус хая в 3000 метров все таки надеюсь не предвидится но вопрос по специальному компьютеру пока остается как бы он все остается открытым потому что его пока в принципе нету и есть возможность покупать либо действительно профессиональный профессиональный компьютер который стоит ну порядка 100 тысяч не меньше либо же например как это на пятом слайде можете посмотреть это купить жуткий накопитель то есть продать мне жуткий накопитель Степан Георгиевич я тогда все таки чуть-чуть тебя перебью своего позволения по-моему ты тут немножко не до конца разобрался в чем особенность дело в том что стандартные ноутбуки естественно мы поедем на горы с ноутбуком понятно что какой-то серьезный компьютер куда тащит безумие стандартные ноутбуки работающие со стандартным винчестером они устроены крайне забавно оказывается они работают с определенным G то есть они раскручиваются и левитируют вот и до чего с учетом того что есть некое определенное так сказать тут у нас ну притяжение вот при этом очень забавно но у многих производителей фигурирует критическая высота как раз в два километра что высокогорье высокогорье с этой милитацией и с разряжением воздуха главным образом то есть жета как бы оно есть а условия то есть жета тоже а сопротивление воздуха другое вот при этих скоростях происходит нестыковка там есть еще и третий параметр скорости вот так вот предложение то здесь такое не диск нужно а нужен ноутбук без вращающегося винчестера вот и все поэтому какого-то профессионального прибора нам не нужно за 100 тысяч нам нужен какой-то простенький ноутбук кстати с точки зрения обработочного комплекса задача триллиальная она не требует сверх скоростей она не требует сверх памяти как бы так сказать вот да вот то есть вот задача строится так и чем еще нам не авторитет а САО так вот на винчестерах этих вот вращающихся которые левитируют на них написано 2 километра высота расположения телескопа БТА где у них работает все на самом деле 1 километр 800 с хвостиком метров мы с вами забираемся на высоту 3 километра где уже разработчики не гарантируют вот причем то вы видите она в полтора раза превышает как бы с хорошим запасом поэтому лучше рассматривать вопрос поставки правильного укомплектования правильным ноутбуком без вращающихся винчестеров вот и все ну то есть это не должен быть когда теми на копички совершенно верно и все и больше ничего большинство будет от 8 до 10 тысяч при объеме 250 гигабайт то есть в общем это не 100 тысяч да конечно это совершенно верно вот тот скажем накопитель который изображен на моем слайде под номером 5 он как раз стоит порядка где-то около 7 тысяч сам накопитель 7 тысяч сам накопитель на 180 гигов ну все коллеги решили то есть здесь просто более менее понятно с чем мы должны двигаться идем дальше значит дальше вопрос электропитания вопрос электропитания дня это ясно что это должен быть мобильный бензогенератор на сегодняшний день у меня такое имеется и я о нем так сказать в клуарах сообщал заинтересованным людям но на мой взгляд он достаточно тяжеловат и транспортировать его скажем в самолетах это будет лишние деньги на перевес груза поэтому я предлагаю на слайде номер 6 вот такой вот вариантик это генератор весом всего 15 килограмм а написано 13 полтиной ну а топливо что а ну да 2,7 топлива вижу вижу ниже то есть достаточно компактный габаритный устройство расход у него приблизительно пол литра в час при сне бака аж 2,7 литра 5 часов нам должен как-то перекрыть непрерывные работы ну я бы сказал 7 2,7 литра у нас чуть как ну хорошо на самом деле его моща на мой взгляд совершенно подходяло и для нас то есть 900 ватт он выдает в номинальном режиме потребление приемника на первом ну ты говорил да там всего 200 ватт ну плюс скажем ноутбук 150 и лампочка книжки читать и лампочка книжки читать обязательно смешни одобряем коллеги давайте мы будем задерживаться есть еще выход на 12 вольт ну может быть для каких-то других задач нам как бы и может понадобиться цена вопроса как вы видите 10 тысяч рублей отлично одобряем берем так следующий значит большая проблема это забор то бишь заброска значит ну можете ознакомиться вот с этим текстом который мне прислали прямо из якутска ясно что вертурки по 150 килорублей час нас устроить да 600 тысяч это экстремль спец да на сегодняшний день я вижу совершенно реальным вариантом набора это либо все таки долетать из якутска топом в ханбеке и оттуда уже забраться с машиной до зимой где есть мошади и оленя либо же сразу из якутска брать газель либо буханку цена вопроса тоже обозначена стоит можете с ней ознакомиться то есть вот наземный вариант вот он на порядок дешевле поэтому видимо это разумно конечно на порядок дешевле то есть фамилии адреса они все имеются и я руку на пульсе здесь как бы держу вот но не хочется какие-то конкретные еще сейчас даты называть хотя если вы меня проверните то может быть уже пора называть конкретные даты и цифры и уже так сказать связываться конкретно на заброс таким наземным способом это я так сказать жду советов от заинтересованных вид степан разрешили здесь тебе все таки характерную дату скажу дело в том что проплата этого киевского модуля уже насколько я знаю прошла благополучно дмитрий геннадьевичу спасибо вот поэтому киевляне обещали привести уже этот модуль ну либо на этой неделе либо в начале следующей в москву поэтому у меня будет тут просто просьба притащить этот киевский модуль они уже туда вставили детектор как мне сказали то есть эти два пункта из трех про которые беспокоился они решены вот есть у нас человек который в четверг пятницу будет в москве и поедет назад я то тоже буду но ты понимаешь я буду проездом в ту сторону это неправильно давать его мне и как только значит мы получим этот модуль вставим его в приемник и владимир иванович включит посмотрит там они нам прислали характеристики все такое но он проверит сам и скажет есть у нас есть один канал тогда я считаю можно совершенно спокойно готовить эту экспедицию киевлян я так сказать уже тебе говорю мы с ними общались они готовы ехать вот и просто напросто после того как владимир иванович нам скажет что у нас один канал работоспособный я думаю что мы можем с чистой совестью закупать билеты я уже лазил на сайт смотрел пока еще есть сравнительно дешевые билеты до якутска и обратно вот пока еще они там по 20 тысяч рублей поэтому затягивать с этим не стоит вот пожалуй все что здесь можно добавить хорошо это я значит воспринял твое ценное указание еще заключение что бы я хотел сказать мне все таки кажется что наверное здесь я буду и Евгения просить обошвана и конечно Гришу как так сказать двух потенциальных участников этой экспедиции это все таки нам надо в кулуарных беседах где-то собраться и продумать вопрос хотя бы какой-то стамины потому что я не очень себя хорошо понимаю как мы будем на камнях подмечать это оборудование может быть какой-то совет я восприму то есть может быть какая-то тренога естественно ее надо сделать здесь чтобы транспортировать собой я не вынес это как бы вот в эту презентацию потому что ну как бы я не понимаю как этот правильный вопрос формулировать новоконский всего этого приемник он как бы тоже стоит на губе дня понятно там это надо обдумать ну пожалуйста коллеги обсуждайте готовьте в конце концов производство из-за учителя он сейчас предлагает ты просто назначь время соберитесь и обсудите и пожалуйста но к сожалению без меня поскольку меня не будет но вы меня можете что называется просто информировать по электроночке а я загружу производство там конструкторов надо будет пожалуйста надо будет так сказать Гурьянович там с лесарями сделают подготовить хорошо еще тогда хотим Олегу Сергеевичу большое спасибо потому что как я понял вопрос в ПО он решил по поводу программное обеспечение для вот этой системы да отлично вот это уже хорошо и последний вопрос он уже не касается молодых я хотел бы тоже его задать общему собранию вопрос заключается в следующем все таки значит в Чилле в которой мы заказываем водообородку выполним за что я говорю вот сейчас назад пришло письмо от производителей они задают конкретный совершенно вопрос будем ли мы ставить внешний охладитель о котором мы им так сказать намекали и просили их сделать цена вопроса естественно чуть-чуть повышается но не сильно где-то тысяч может быть на 20 но монтаж такой системы с выносным внешним охладителем он конечно требует доработки а вопрос стоит в том где мы все таки будем размещать этот Чиллер если мы этот Чиллер будем размещать в шестом корпусе это одно если мы будем размещать в нашем доме 12b это другой вопрос я наверное вот прошу как бы задуматься об этом ну хорошо давайте не будем сейчас обсуждать раз эта информация поступила только сейчас надо посмотреть на габариты надо посмотреть на установочные требования давайте в рабочем порядке это обсудим а задуматься Степан Юрьевич спасибо мы задумались давай так давай так спасибо за внимание хорошо договорились ну тогда едем коллеги дальше значит у нас есть пункт номер 12 по поводу лотов Роскосмоса Миннауки и так далее ну во первых начну наверное с и так далее поскольку мы очень тревожно взираем на ситуацию с Осколковскими сайтами вы в курсе в прошлый раз мы с вами обсуждали что у нас Михаил Александрович пришел отказ на макалку имени Эдельмана вот мы проиграли первый что называется лот по колу стотысячных грантов поэтому мы запросили информацию вы помните что было сказано при больших вот этих вот грантах сколковских что 14 число это переход на второй этап и нам должны были из 14 числа сообщить о том что мы отвалились от сколковской компании вошли в сколковскую компанию или нас взяли на промежуточный статус до подготовки нашего предложения ну и вот собственно Аня здесь как видно послала запрос ответ нам пришел на специально созданный адрес под именем Балега ну поскольку вы помните мы этот сколковский сайт сколковский подали от имени директора специальной астрофизической обсерватории в Крыму Юрия Балеги ну вот адрес он так называется Балега Сколково и вот нас ответ пришел что пока еще решение не принято вот ну и соответственно три рабочих дня они еще просят на подготовку окончательного решения ну сегодня очевидно после 14 числа первый рабочий день да второй третий то есть в конце этой недели информация о том как мы играем в Сколково будет по всей видимости известна и до нас доведена правда ли Леонид Сергеевич тут же так сказать в рамках этой переписки по Сколково вспомнил свои контакты с господином Мягковым ну как бы так сказать я их вижу я их так сказать понимаю но пока не очень представляю как мы их можем куда-то продвинуть вот поскольку было бы интересно как-то иметь в Сколковском пуле своих или по крайней мере заинтересованных нас людей ну что здесь можно сделать я не знаю Леонид Сергеевич есть какие-то мысли и чувства мысль одна есть пока ослежить то намерение которое Мягков высказал поддержать возможно наш воркшоп в Верклининх да это правильное решение если он поддержит во-первых это будет хорошо и для воркшопа но во-вторых я надеюсь мы установим такие контакты тесные что они к чему-то приведут обязательства опыт работы с Саймоном Митченсом показывает что увлечение людей таких в нашу бьерклиденскую активность приносит очень хорошие дивиденды безусловно ну и здесь у меня сразу возник вопрос поскольку как-то вдруг внезапно я понял что и бьерклиден будущего года уже очень близок уже чрезвычайно близок в марте месяце он состоится вот поэтому мне в тех моих 90 днях пребывания в Европе которые мне вот сейчас выдали по шведскому приглашению мне надо зарезервировать участие в марте месяце по сроку это нормально в мероприятии в бьерклидене но тут я вспомнил что где-то об ту же пору Панкратов махал на нас руками и говорил что ребята не хочу проводить пятый воркшоп буду вынужден проводить юбилейную нано-сайенс конференцию ИФМ и как-то он вроде тут вмешался в нашу переписку но так и не сказал нет скорее всего предыдущие недели вот это приятно но тогда давай попросим Леонид Сергеевич Андрея Леонидовича использовать тот ресурс который у него есть с тем чтобы раз Красильник пока не выбрал время проведения нано-сайенс будущего года тоже а Бьерклиден уже определился давайте попросим его уж как минимум на неделю хотя объективно для нас с тобой лучше чтобы все-таки было чуть-чуть побольше чтобы мы спокойно собрались и добрались до Бьерклидена а не так чтобы это это помчались прямо из автомобилиста рысью туда особенно это важно для тебя поскольку ты все-таки готовишь это мероприятие со своими шведскими ребятами и тебе надо выезжать со всеми этими самыми призами оргтехника и прочим не из автомобилиста а как раз из Гетеборга мы выезжаем обычно в субботу еще на неделю ну тогда как-то хотя бы чтобы мы были не в последний день как состоялось на этот раз то есть если ты выезжаешь в субботу а здесь скорее всего что может повториться как в прошлый раз пятница рабочий день то тогда давай будем настоятельно просить нас не в пятницу с тем чтобы мы могли в начале понедельника вторника все это сделать и как минимум в среду уже сорваться из автомобилиста чтобы оказаться бюргридами вообще меня ребята потрясает дальность наших временных прогнозов с часами и днями что вот желательно бы в десять часов в тринадцатом году на кого-то дня а не в пятнадцать вообще это забавно ну вот факт такая вот наша жизнь с вами ну и если говорить еще о наших заявочных компаниях должен вам сказать что буквально сегодня мы завершаем подготовку заявки на термометрию которую на прошлом нашем совещании оперативки мы с вами одобрали сообща что давайте попробуем ввяжемся в лот Роскосмоса мерить температуру ракетного топлива при температурах вплоть до жидкого водорода эту заявку мы сейчас сообща с нашими партнерами из Нерфисверстали причем здесь был очень удобный и удачный повод мы вместе с Михаилом Виссарионовичем Ширяевым и с Николаем Юрьевичем Бабановым проректором по науке сходили поздравить с днем космонавтики а заодно с днем рождения директора Нерфи у нас вот такой был интересный поход 12 числа где мы окончательно подтвердили наше совместное намерение о развитии так сказать сотрудничества в направлении космических исследований лицензия на космические исследования Нерфи есть и мы будем с ними работать и вот и по Тахамагу в частности но мы договорились о том что совместно подаем вот эту заявку эта заявка практически сегодня готова и Илья Веснов по всей видимости завтра поедет повезет ее так сказать подавать Илюш ты здесь? нет отлично ну что ж как бы здесь то что с нашей стороны нужно было сделать оно ну скажем так практически сделано завтра к утру все будет нормально единственное я должен как бы покаяться уважаемые коллеги мы не стали брать все 70 с лишним миллионов рублей которые там были заявлены в цене лота хорошая сумма заманчивая но мы отчетливо понимаем что эту сумму нужно сдемпинговать с тем чтобы выиграть у того титульного заявителя под которого и писался лот поэтому мы ограничили себя пятьюдесятью миллионами а если быть точными Илюш 49 вот как бы мы насчитали 49 миллионов и будем надеяться что ну будем надеяться на успех почему бы и нет ну и сразу в контексте так сказать этой заявочной кампании хотел обратить внимание что Михаил Васильевич нам прислал результаты анализа их нич по поводу выставленных на сегодня на сайте Миномера науки лотов есть лоты которые вполне нам подходящие конечно суммы там не такие как в Роскосмосе но тем не менее лоты на организацию научно-образовательных центров они имеются и мы с вами вполне можем посоучаствовать так что эту работу как только мы завершаем деятельность по Нерфинскому гранту Роскосмосовскому мы продолжим здесь я просто приглашаю к сотрудничеству на этот раз поскольку ну вот вы знаете эта работа не простая тяжелая работа вот я приглашаю Анну Гордееву в очередной раз вот она у нас поработала и понюхала пороху на сколковских делах и не ее вина что мы пока еще здесь ничего не имеем это как бы нормальное дело что не все выигрывает но надо продолжать наращивать усилия поэтому прошу тебя поглядеть на эти сайты и по возможности уже начать подготовку наших предложений в принципе Илюш по возможности перешли Анне вот этот файл я по-моему ей не пересылал где мы анализировали что там есть вот давайте посмотрим хотя бы пару заявок мы можем там сейчас по носам попытаться от нас взять давай ну а тебя уж мы подключим ну мне просто немножко тебя жалко использовать исключительно на писательских этих делах тем более что на следующей неделе тебе будет лежать большая ответственность поскольку если все состоится благополучно и Олег Сергеевич и Антон уезжают в Рим вот ну и соответственно ведение экспериментов по исследованию тех структур что у нас есть на сегодняшний день вот ложится на тебя поэтому понимая что Анне трудно будет заниматься этим делом из Швеции ты здесь будешь за главного и тебе придется так сказать вести эту работу поэтому сейчас протокол есть образцы есть и опять же нашу отъезжающую команду я попрошу тебя в полной мере погрузить ты здесь будешь за главного так что вот тут мы немножечко наши усилия должны поперераспределить договорились? да все планов договорились ни у кого возражений нет тогда давайте перейдем к следующему пункту я с вашего позволения сейчас запущу еще одну как я ее запущу я ее по-моему не скачал в последней версии сейчас лежит где она у тебя лежит? а ты ее здесь сглажешь? в самом ниже еще ниже 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 ага вот ох ты 6 мегабайт ну давай я тогда ее попробую нет я могу свою работу пока вы увидите этот правило вопрос в поездке дня еще написано что мегаграмм для рам а про них то что известно? значит про мегаграмм для рам мы сейчас подключаем на сайте его не появилось вот процесс как я в прошлый раз на совещании и рассказал процесс на сегодняшний день идет вот он идет в согласованиях но я очень надеюсь на то что эти согласования закончатся в кратчайшие сроки и это будет объявлено на сайте вот а проблемы там более-менее очевидны плохо согласуются отдельные позиции как я уже рассказывал во-первых планируется уменьшение срока пребывания все-таки 4 месяца для значительного числа сильно занятых людей особенно если нет вот такого хитрости как у нас с вами для людей просто тяжело 3 месяца несравненно проще сейчас планируется сокращение до 5 месяцев ну и потом идет работа по уточнению утрясанию вопроса софинансирования этот пункт тоже довольно тяжелый и обеспечить должность софинансирования многие сильные команды не в состоянии сейчас этот пункт они пока не объявили ждем так ну что ж в таком случае для присутствующих здесь в комнате я объявляю что вот здесь следующая презентация последняя версия по нашим кераметрическим делам представлено вот мы с вами договаривались это пункт номер один нашей повестки продолжить разговор по термометрическим занятиям причем вот здесь я просто от нас семьей Лесновым должен еще добавить одну вещь когда мы общались с нашими нерфинцами мы где-то там коснулись того что и вообще низкотемпературной термометрии правда в достаточно еще более глубоком уровне мы будем заниматься у нас тут есть некие перспективы они говорят какие-какие-какие это очень интересно было бы показать включить но пока у нас еще ничего нет пока только намерений поэтому мы ничего не включили те кто сидит в дистанционном доступе я предлагаю скачать этот файл правда Гриша его сделал с большими картинками 6 мегабайт но тем не менее он доступен пожалуйста для скачивания а Гриша сейчас уже доложит от группы товарищей которые вытянули всю информацию из Даня Сергеевича ну и из других мест о том как они предполагают заниматься вот этим будущим скажем так заказом а на самом деле просто совместной работой с Oxford Instruments по термометрии в низком температурном уровне пожалуйста у меня файл не скачивается у меня файл не скачивается ну у тебя видимо 6 мегабайт плохо идёт нет нет просто написано что ошибка в отправке может быть и у других тоже нет нет вот я сейчас тоже начал качать один час остался ох какая у меня хорошая фраза я тащусь так алё 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 знаете у меня процесс пошёл у меня осталось как бы даже 23 минуты но при этом у меня начал взбиваться диалог с вами то есть похоже весь ресурс skype ушёл на скачивание 6 мегабайт алё 4 минуты осталось 2 минуты осталось 1 минута осталось то есть минуты летят гораздо скорее 37 секунд так сейчас может быть у меня скачается тогда это будет ваша проблема господа а вот где правильно гриша сделал предположение на мой взгляд совершенно корректное дело в том что вас нет у него в контактах а видимо тот кто держит корону и должен заливать делимые файлы ну высылай тогда сейчас он будет говорить в принципе я уже скачал я его сейчас открываю да он скачался я его сейчас сохраню и залью снова а гриша пусть пока докладывает прошу гриш можно микрофончик да погнали так я представляю наработки по низкотемпературной термометрии собственно наработки это анализ двух статей приведенных на первом слайде ну и так между собой мы разделили на подзадачу на втором слайде показана иллюстрации здесь мы выделили подзадачу изготовления измерения и исполнения то есть изготовление то чем мы сейчас предполагаем заниматься то есть формирование структуры которые позволят что-то мерить к измерению относится весь электрический комплекс который будет обеспечивать все это измерение то есть получение или температуры из неких напряжений параметров переход исполнение это отдельная тема которая будет я предполагаю затронута несколько позже когда первые две покажут себя с лучшей стороны то есть исполнение я имею ввиду конечный продукт нужно иметь датчик с четырьмя проводами которые можно привлечить и все что надо поменять также здесь приведены люди которые задействованы в этом вопросе на третьем слайде сейчас еще что такое NTM что что? что такое там NTM на слайде на втором NTM низкотемпературной термометрии о как а то есть тебе удалось скачать из того? НТТ 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 ну значит с точностью договора ответа поправим спасибо итак в статье номер один она в общем теоретическая приведено сравнение одного перехода и решетки переходов и приходит к выводу что решетка во многом как бы лучше чем один переход то есть в данном случае это решает проблему согласования с усилителем и мешает ток точнее наоборот увеличивает необходимый ток смещения значит увеличивает чувствительность до 300 миль вольт на кильвен для решетки и соответственно 0.8 для одного перехода ну и кроме того там увеличивает отклик пропорционально N то есть число переходов увеличивает разрешение в температуре вот приведена иллюстрация решетки на следующем слайде слайд номер четыре приведены графики полученные путем расчета в зависимости от количества переходов в температурной эквивалентной температуры шумов и в зависимости от напряжения на переходе сделан вывод о том что наиболее оптимальное количество переходов это 400 400 переходов то есть это видно что шумы меньше и в общем удобно с ним работать с решеткой из 400 переходов кроме того на следующем слайде номер пять это уже больше вторая статья приведены результаты изготовления то есть эта решетка была изготовлена из десяти правда переходов вы видите здесь треугольная форма переходов эта идея треугольной формы переходов заключается в том чтобы увеличивать объем нормального металла то есть объем абсорбера что способствует большей стабильности термометра такого на син-переходе но тем но при этом нужно оставить син-переход маленькой площади это вот маленький маленький такой горбик это как раз и есть син-переход слева в списке вы видите общем технологию изготовления это обычная технология теневого напыления с помощью термического осаждения электронной литографии и прочее то есть то что уже имеется эти возможности уже есть в частности у Григорина учебу на следующем слайде на следующем слайде приведены результирующие параметры этого син-перехода здесь как я уже говорил объем абсорбера должен быть увеличен для уменьшения электрофономного взаимодействия в нормальном металле что электрофономное взаимодействие поясню оно вызывает то фундаментальное ограничение при котором увеличение которое ограничивает увеличение количество переходов то есть тут нет никакого фундаментального ограничения по остальным шумам вот кроме электрофономного взаимодействия ну естественно площади подложки физически чтобы их разместить в нужное место далее приведены фотографии сферы одного перехода и линейки измерение производится по четырех точке на общем это стандартная схема наверху один переход его параметры будет показано позже на графике и внизу цепочку измести переход вот тут про треугольную форму сказано и на следующем слайде слайд номер восемь приведены соответственно характеристики вольтамперной характеристики одного перехода и десяти переходов видно что во-первых ток смещения если в первом случае двадцать пика ампер это какие-то очень экстремально низкие значения тока в то время как четыреста пика ампер я считаю гораздо более удобно для ток смещения принять и в зависимости от температуры вольтамперной характеристики уползают на следующем слайде слайд номер девять представлена зависимость напряжения для разных ток смещений от температуры медики что характерно у одного перехода насыщение не наблюдается при уменьшении температуры то есть ближе к нулю температуры а для десяти для решетки с десяти переходов видно насыщение вот причина насыщения в статье Леонида Сергеевича обозначена как background heat то есть фоновый нагрев видимо вот вопрос Леонида Сергеевича наверное будет позже естественно наверное то ли нечистый эксперимент как проведет то ли это какое-то фундаментальное ограничение то ли просто объем этого электрода который нормальный называется абсорбером лес было ограничено и поэтому такое насыщение наблюдается а для одиночества перехода он был очень большой и видите вот там верхние две кривые они совсем почти без насыщения до тридцати не летят что хорошо а тогда сразу вопрос сходу про этот график раз что у нас здесь вклад будет следует сам докладывает сам задает вопрос сам отвечает следует не ожидать подобного насыщения используя решетку из четырехсот переходов или зависит от объем который будет у нас сделан для электродов я думаю что может его делать существенно больше чем то что было в этих наших экспериментах понятно запланировать заранее я думаю что нет так скажем одиночество переход тоже был какой-то умеренный объем он побольше был просто но умеренный и ну вся подложка в нашем распоряжении здесь как раз будет выбор оптимального соотношения понятно тогда к этой дискуссии перейдем позже на следующем слайде у тех кто скачивал его презентацию раньше этого слайда нету слайд номер десять тут в общем показана просто температурная стабильность приведены графики температурной стабильности от времени то есть был померен криостат Oxford Instruments тоже Heliox ACV реагент систем в течение соответственно 45 минут и восьми часов температурная стабильность составляет плюс-минус 10 микрокель в течение восьми часов тут будет следующий вопрос но в конце презентации итак наше предложение сформулировано на одиннадцатом слайде вот просто как у радиотехника у него была идея вот такой мостовой схемы ни времени никаких способностей считать ее не было поэтому просто как известно мостовые схемы отличаются особенной чувствительностью быть может можно будет от этого насыщение вот и ну сделав вот именно такую схему по-моему по-моему то что показывает полный абсурд ну все приезжайте вот так что будет заменить часть этих цепочек на резисторы ну вот это тоже идея согласен то есть поставить на кокоске будет работать хотя бы два плеча должны быть резисторы иначе это не мост согласен тогда значит в соседних плечах 400 а в зеркальных плечах получается резисторы должны быть соответственно кривой мост может может а в мосту всегда так сказать ну ладно это понятно дискуссии переносим чуть позже итак собственно последний слайд номер 12 здесь представлен список вопросов которые которые у меня возникли чтобы продолжить эту тему нужно можно как-то на них обрезки то есть основной вопрос я думаю вопрос ленин сергеевичу и нашим стратегам уважаемым что нам следует делать повторите измерение 10 переходов то что у линии сергеевича или же сразу перейти к 400 что совершенствовать нужно я думаю что сразу не 10 и не 400 а 1600 хороший ответ моё предложение 1600 вы имеете ввиду 4 измерительные структуры ну даже нет но при этих же параметрах которые там число переходов оптимальные зависит от того объема абсорбера который мы можем сделать там кстати был не такой уж большой заложенный 500 приходов квадратные можно сделать и побольше то оптимально будет даже большее число переходов ну если мы скажем вот для такого же объема абсорбера то делать 400 этих допустим нормальных переходов больших нормальных участков больших абсорберов как то их называем исторически вот ну просто для надежности теперь выработанной этой системы вместо одного тоннельного перехода к каждому нормальному абсорберу делать допустим 4 чтобы уменьшить риск выхода из строя ну вот такая система будет железной работать и давать очень хорошие характеристики если мы абсорбер сделаем больше смотреть по площади как там разместиться просто все на подложке нужно занимать и по толщине то может быть даже большее число переходов будет оптимальным то есть грубо говоря с увеличением объема нормального металла то есть абсорбера можно увеличивать число переходов конечно ну а вопрос изначальный с чего лучше начать а то другому не мешает 10 переходов можно где-нибудь в сторонке сделать для пробы 1 10 и 400 допустим ну большую систему обязательно закладывать а маленькую для теста мы всегда так делали понятно то есть грубо говоря следует сформировать на одной подложке один переход отдельно 10 переходов 400 и 1600 да мы даже сделали такой прик чтобы не терять ничего а все использовать мы их соединяли все последовательно и вот вначале в этой цепочке меряешь один переход что он делает потом допустим два или десять последовательно а потом последовательно еще добавляешь 400 допустим вот или тоже все вместе меряешь значит будет 411 если вот допустим такая комбинация как я говорил вот так что это не противоречит другому то есть мы отдельные переходы меряем но и меряем очень большие системы понятно спасибо вы ответили получать на два вопроса попросы а вопрос из зала нужно увеличить настолько насколько можно разумно во-первых площадью и во-вторых толщиной того что мы будем напылять спасибо умеренной толщины типа 150 нанометров но можно делать там 500 и так далее такой вопрос из зала обычно от контакта можно сделать повторяемость точностью 10-20 процентов ну по крайней мере это для стандарта вольта нужно а здесь как будет со всеми характеристиками если у них вот разница случайно различается на 10-20 процентов это вот в идеале как я понимаю делька просто калибровка будет сделано для всех они все подавать свой вклад сила этой концепции в том что они всех контактят с температурой подложки имеют ее и если там у соседних в цепочке отличаются немножко отлик на 10-20-30 процентов ну просто там кто-то будет давать меньший клад кто-то больше а общая калибровка нам покажет соответственно то есть рабочая точка у них примерно одинаковая не так важна вот с какой-то они большие уходы ну просто они сделают какие-то переходы но учитывая что их очень много то она будет все это усредиться хорошо правильно продолжить спасибо так и про четвертый вопрос вот четвертый вопрос лично у меня возникает прям генитивный диссонанс как же мы будем делать термометрические датчики при этом не знаю температуру там температуру там приведены у вас в статье рубидевые датчики то есть по нему насколько я понимаю юстировать температуру и как-то они сравнивались то есть на сим-переходе на рубиде так полагаю следует у нас тоже самое ну здесь два варианта один вариант калибровать по известным термометрам или там соответственно этот нюкле термометр брать и совсем хотим больше делать это один способ второй способ в принципе там можно сделать абсолютную калибровку самого термометра надо немножко внимательнее смотреть на параметры но этот вопрос можно только поднять а индивидуальная калибровка термометров не приведет ли к статистической ошибке если будем допускать например там ведь переходы как уже было сказано не одинаково всегда получается нет калибровка не приведет даже если ты откалибруешь то они будут откалиброваны то есть каждому будет даваться свой график калибровке если каждый то да конечно нет тогда это уж каждую просто калибровать если калибровать так понятно не стал быть пятый какого будет оптимального смещения для цепочки 400 тоже для цепочки в 10 приведен ток 400 пик ампер может или 400 он возрастет профессионально это чисто экспериментальный вопрос это рисунок пятой моей статьи это зависит от нескольких параметров в начале когда будем делать нужно симулировать симуляции показывать где оптимальная точка при каком токе ну и для разных сопротивления может быть по-разному то есть вопрос до того где оптимальная точка будет какое делать оптимальное сопротивление этих термометров что-то булькнуло сейчас появится алё а вот уже есть алё леонид сергеевич алё леонид сергеевич у нас слышите была у нас тут проблема засветить но сейчас вроде все парировали кто там жужжит алё 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 так это вот Никулин стучит это я слышу а вот где Леонид да это понятно а вот где Леонид Сергеевич пропал он да он исчез с экрана упал а так это он упал с экрана то есть мы все на месте а он упал да ну хорошо тогда это его проблема я думаю он сейчас увидит её и мы его так сказать снова с вами обнаружим вот но пока пока он включается я немножечко выдерну из разного пару мелких вопросов но среди тех презентаций которые сгружены есть ещё одна которую мы не поясняли в чём она состоит суть вот значит это дела некоторые наши конструкторские дело в том что ведётся проработка разного рода железок вот пока что это не видно не видно так а тут есть Саша Абашин Саша а ты из лабы беседуешь или как да из лабы а Леонид Сергеевич может рядом или он ну может быть надо узнать ну ну во всяком случае попробуй так сказать там скорее всего наверное из